Всем привет! Эфир краевой телекомпании Своё ТВ продолжает информационно-развлекательная программа «Полдень». И сегодня пятница, 23 ноября. А пятница не простая, а чёрная. Был Friday in black, так сказать. И сегодня вас ждёт именно в канун этого праздника множество розыгрышей и подарков от наших партнёров. Так что следите за эфиром, звоните и выигрывайте ценные призы. Но это дальше. А ещё мы не можем пропустить такой праздник. В канун воскресенья мы будем поздравлять самых дорогих, самых любимых женщин в нашей жизни. Это наших мамочек. Ну и это тоже, конечно, ещё не всё. Что ещё ждёт вас сегодня? Узнаете прямо сейчас. Я Владислав Таранов и мы начинаем. Сегодня чёрная пятница. Вас ждут розыгрыши ценных подарков, сертификаты в магазины одежды, в батутный парк, эксклюзивные часы ручной работы, стоматологические услуги, а также уникальная арт-подушка от наших друзей и партнёров только у нас. Самые маленькие наши гости приготовили подарки для всех мам. Не пропустите в прямом эфире своего ТВ. Нелегальная икра в России зимой запустят пилотный проект по маркировке деликатеса. Эти и другие новости экономики. Собрать вместе со всего мира потомков Лермонтова. Самый посещаемый музей в Ставропольском крае, музей-заповедник Лермонтова в Пятигорске, готовится к 250-летию великого поэта. Жирафёнок покоряет сердца гостей берлинского зоопарка. Об этом не только в ближайшие полтора часа мы вам расскажем. Ну, а мы вернёмся к сегодняшнему дню. Какой же праздник без поздравлений и награждений? Накануне в Ставрополе прошла церемония вручения медалей «Материнская слава». Братья, сёстры одной семьи, всего их 13 человек, вполне могут организовать музыкальную группу. Один играет на скрипке, другой на флейте, третий поёт, четвёртый рисует. За вокал отвечает мама. Она и принимает в преддверии Дня матери заслуженные поздравления и награды. Ирина Ивановская пообщалась с одной из хранительниц большого семейного очага. Медаль «Материнская слава», которую вручили Сарбуи, уже третья. Этой первой степени награждают матерей, у которых 10 и более детей. Такие знаки отличия накануне Дня матери получили 46 ставропольских хранительниц домашнего очага. По традиции, многодетных родителей со всего края пригласили в Ставрополь. Несколько лет подряд мы приглашаем не только мам, но и пап. Прекрасно понимаешь, что в этой награде большая часть заслуги всей семьи. Это и отца, и матери. У нас, в Ставропольском крае, когда мы видим вот этот рост многодетных семей, мы говорим о том, что значит нашим многодетным семьям у нас на Ставрополье комфортно. Краевую награду учредили в 2008 году. За это время медаль вручили почти 1100 многодетным женщинам со всего Ставрополья. В их домах чаще всего раздается слово «мама». И каждого из ребят нужно выслушать, каждому помочь, поддержать или дать совет. Практически все свое время многодетные мамы уделяют семье. Учиты Арыкелян из Невиномыска 11 детей, шестеро мальчиков и пятеро девочек. Я целый день на кухне. Я не работаю. Моя профессия мама. Поэтому с удовольствием, с радостью я готовлю. Но заботливая хранительница успевает все, в том числе раскрыть в детях таланты. Один играет на скрипке, другой на флейте, третий поет, четвертый рисует. Сейчас в семье растут специалисты разных профессий. Химики, электрики, художники, преподаватели. Авторитет отца в воспитании непререкаем, а он учит важным вещам. Чтобы быть полезным обществом, чтобы зря так не гуляли, учились, быть нормальными людьми в обществе, друг другу помогали. Собраться всем вместе удается лишь по вечерам или на выходных. Но как все 13 человек умещаются в квартире площадью 55 квадратов – настоящая загадка. У нас очень маленькая квартира. Мы когда его приобретали, у нас было двое детей. И все девять родились в этой квартире. Однако сейчас все семейные дела и проблемы на время позабыты. Ведь на торжественном награждении они главные героини. А профессия мамы – это настоящий подвиг, за который медаль – не самая главная награда. Ирина Ивановская, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Ну что ж, сегодня мы тоже хотим поздравить и наградить, или даже точнее подарить, но это попозже. Можно сказать, с бала на сегодняшний корабль спешит Ольга Коперник, военнослужащая войсковой части 2011. И ей уже вручили вчера медаль третьей степени «Материнская слава». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Каково получать награду? Каково быть матерью? Ну, это очень волнительно, во-первых. Получать или быть матерью? Получать. Быть матерью не волнительно. Это очень просто. Это просто любая женщина к этому готовится, наверное, с рождения. И ее готовит ее мама, в первую очередь. Ну, а медаль приятна, незабываема, торжественна. Что это за медаль вообще? Что она отмечает? И вообще, на ваш взгляд, стоит ли давать такие медали? Вообще, как вы сказали, стать матерью, вы готовитесь еще, можно сказать, с детства, с рождения. Стоит ли это отмечать вот такими наградами? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Потому что это, во-первых, ну, поддерживает статус мамы, в первую очередь. Во-вторых, ну, мама, она и без медали мама остается матерью. Медаль бывает разных степеней. Конечно, у меня пока еще самая низшая степень. Это третья? Это третья степень. А можно я возьму? Да, пожалуйста. Мне просто очень интересно посмотреть. В чем это заключается? Заключается в том, что мамы, которые имеют пять и более детей, они получают, награждаются третьей медалью славы. Имеющие мамы семь и более детей, у них уже вторая степень. А десять и более, уже первая, высшая степень. Вот в чем всего лишь разница. Спасибо вам большое. Очень интересная медаль. Как вот сейчас, вот вы мама, да, у вас трое детей. Шесть. Шесть детей, да, это выброс. Сказали. Шесть детей. Вы справляетесь? Конечно. Благодаря супругу. Ну, тяжело. Это уже стезя. Это уже, ну, как бы образ жизни всего лишь навсего. Потому что каждая минута расписана пошагово. То есть есть какой-то определенный план. Конечно. Поэтому несложно. Ну, вот у меня есть знакомые тоже, родители. Ну, у них, правда, двое детей, это не шесть. Но даже они говорят о том, что вот мы утром встаем, и вот начинается вот это. Так, этого сюда, этого туда, этого вот здесь, а мне еще сюда, а мне еще туда. Да, успеваете вообще работать? Конечно. У них только с утра, а у нас с вечера. Чтобы уже все было готово, чтобы не задумывались. Все с вечера расписано. Ну, вот, нет, мне на самом деле очень интересен этот, вот этот подвиг, мне кажется. Поэтому он, наверное, отмечается медалью иметь столько детей и не забывать еще и о себе. Или в этот момент все-таки есть какое-то вот... Ну, это просто призвание. Вы отдаете себя, и все. Конечно. Конечно, не задумываясь. Не задумываясь? Не задумываясь. Всего себя детям? Конечно. Ну, то есть в этот момент нету человеческого эгоизма? Нету. Нету. Что вы, какой ваш рецепт, да, воспитания детей? Что вы делаете для того, чтобы ваши дети были культурными, воспитанными, умными, образованными? На примере семьи, в первую очередь, любовь, взаимопонимание, доброта. Самое главное в этой жизни. И тогда дети оценят и поймут. Ну, где-то, может быть, что-то бывает по-всякому, не идет именно прямо по главной дороге, но направляем, стараемся, чтобы они были достойными людьми. Ну, может быть, есть, допустим, какие-то моменты, которые вы запрещаете? Есть. Чтобы меньше играли в компьютеры. Это вот самое главное. А так, у детей расписано полностью их расписание. Они занимаются спортом, занимаются художественным, ну, как бы, направлением. В художественной школе обучаются, музыкальной. У них нет минуты свободного времени практически. Поэтому, ну, ничего. Вот, ну, вот, вам не кажется, что дети из-за такого расписания лишаются детства? Нет. Нет? Нет. Когда вспоминаешь себя в детстве, ты успевал еще в 10 раз больше. Успевал и наиграться с друзьями, и где-то побывать на другой части города. Поэтому нет. А вы вот видите это отличие, да, вот, вашего детства и их? Или вы пытаетесь все-таки им привить то, как вы воспитывались? Ну, во-первых, слушать еще, кроме всего того, чтобы привить. Если это им интересно, то как бы помогать им это развивать. Все. Поэтому не сильно отличается. У них тоже есть достойные детства. Ну, то есть тоже есть. Нет, я просто знаю сейчас сегодняшние тенденции. Ну, вы сказали, что вы запрещаете играть в компьютер, да? А, долго. То есть все-таки разрешаете. Конечно. Мобильные телефоны тоже есть. Конечно. Мы знаем сейчас прекрасно вот это вот общение, которое сейчас заканчивается на этих гаджетах, да, то есть на приложениях общения. Вот есть ли живое общение у детей? Конечно. И стоит его прививать? Конечно. Это обязательно. Гаджеты нужно как можно меньше использовать, чтобы чаще гуляли, чтобы чаще общались. Все это только вживую. Все эти эмоции будут у детей развиты только благодаря вот этим. Спасибо вам большое за то, что вы, мама, за то, что вы пришли, за то, что вы достойны этой награды. И, конечно, мы от своего ТВ. Сегодня праздник в канун Дня Матери и Черная Пятница. Мы дарим вам вот этот вот подарок, вкусный подарок к Дню Матери от студии съедомной флористики «Букетон-26». Благодарю. Кушайте. Любите сладкое? Очень. Дети тоже любят сладкое? Очень. А кто из детей не любит сладкое? Прекрасно. Оль, спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще, рассказывайте о своих успехах, воспитывайте детей с помощью телеканала своего ТВ. Спасибо, Ольга. Спасибо. Когда я вижу перед собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать. Вы, матери, имеющие сына, простите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши сильные творите после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, загляньте, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтобы в своей дороге вам эти слезы не пришлось. Пожать. Цените ваших мамочек, говорите им каждый день, что вы их любите. Мам, я тебя люблю. Я тоже хочу это сказать прям посредством камеры. И делать это нужно с детства, как и сказала Ольга, как уже умеют маленькие герои нашего сюжета. Азрет Алиаджиев начал разработку проекта по виртуальной реализации в образовании около месяца тому назад. Его всегда интересовали новые технологии. И с появлением 3D-моделирования Азрет Алиаджиев сразу начал размышлять, как их можно использовать в образовательных целях. В итоге он подготовил проект, отправил его на конкурс фонда президентских грантов и победил. Технологии виртуальной реальности позволяют стать ученика вовлечь в процесс образования, повышать его мотивированность, улучшить усвоенность материала, увлеченность его. Проект, разработанный Азрет Али, позволит школьникам забыть о проведении обычных уроков. Благодаря 3D-очкам они теперь будут учиться совершенно в другом измерении. Например, на уроке астрономии все звезды и планеты буквально пройдут у них перед глазами. А на следующем занятии они точно так же будут изучать молекулы химических элементов. Я хочу показать, что перейти на новый уровень образования, даже всей республики вместе, не так тяжело и не так затратно. И мы должны развивать систему образования, потому что это ключ к развитию любой цивилизации. И лучшие помощники в этом – это вот эти технологии современные. Сейчас проект почти готов к работе. Осталось лишь установить компьютер, к которому подключатся 3D-очки, основные школьные программы, и тогда ученики смогут погрузиться в новый мир знаний. Если ребенок прикоснется вот к этому новому миру, у него появляется интерес, у него повышается, во-первых, и воспроизведение, и понимание того, что он видит, и повышается эффективность в обучении. Как известно, будущее именно за такими прорывными технологиями. И благодаря таким новаторам, как Азрет Али, наша страна будет идти в ногу со всем миром. Хаплан Бурлаков, Эмиль Маркарян, Архыз, 24. Ну вот, как говорила Ольга, нужно воспитывать детей и, наверное, внедрять какие-то технологии, новшества, да, как это сейчас было в нашем сюжете. Подарок и сюрприз для наших дорогих мам мы обязательно покажем дальше. И все дети обязательно поздравят своих любимых, дорогих мамочек. И, кстати, сегодня вот такое интересное совпадение Черной Пятницы и праздника Дня Матери. Вы, я напоминаю, дорогие телезрители, можете участвовать в наших сегодняшних розыгрышах и получать подарки от наших партнеров. Поздравлять этими подарками своих дорогих и любимых мамочек, конечно же. И первый приз – это подарочный сертификат на 2000 рублей от магазина «Фурс Ставрополь» ТРЦ «Новый Рим», улица 50 лет Волк-СМ, дом 5. Огромнейший ассортимент и приятные цены, а наш сертификат сделает цены еще приятнее. По телефону 8 800 707 02 26 вы можете звонить нам и участвовать в розыгрыше. А вопрос такой. Как переводится слово «Фурс»? Очень простой вопрос, где вы можете выиграть вот этот сертификат на 2000 рублей. Звоните, участвуйте и получайте вот такие призы. И я еще раз напоминаю, что розыгрышей сегодня будет много, очень много. Их порядка 8, поэтому звоните и участвуйте в розыгрышах. Но я сейчас в студии не один. Я сейчас в студии с прекрасной Ариной. Ариночка, привет. Здрасте. Как у тебя дела? Отлично. Как настроение? Супер дупи. Вау, ес, круто, молодец. Ты знаешь, что сегодня черная пятница? Да. Для тебя этот праздник что-то значит? Вообще? Нет. Нет. Это да, все-таки пришедшие к нам такие тенденции, можно сказать, американские. Но я знаю, что для тебя значит праздник, который будет в воскресенье. Это день матери. Маму любишь? Очень сильно. Насколько сильно? Вот мне просто аж интересно вот этот момент. С чем ты можешь сравнить эту любовь? Не знаю. Это ни с чем не сравнить. Ни с чем. Я знаю, что ты приготовила поздравления. Да. Да? Точно? Это как-то неуверенно. Я думаю, что вот прямо на весь Ставропольский край ты можешь поздравить мамочку и в ее лице всех мам, которые в Ставропольском крае ждут поздравлений от своих родных детей. Классно? Вот. Поэтому вот там твоя камера и читай туда. Обойди весь мир вокруг. Но скажу заранее. Не найдешь ты лучшей мамы в мире. Мама тебя постоянно будет поддерживать. И она тебя никогда не бросит. Мама самый лучший друг. И лучшей мамы ты никого не полюбишь. Мама. Спасибо. Спасибо, Ариш. Я думаю, что маме очень приятно сейчас слышать тебя. Ты молодечек. То, что твоя любовь абсолютно несравнима. И я тебя прекрасно понимаю и прекрасно поддерживаю в этом. Поэтому обязательно в воскресенье приготовь какой-нибудь сюрприз для мамы. Ты уже готовишь какой-то сюрприз? Готовлю. Я думаю, ты можешь посоветоваться со своими родными и близкими. И тоже приготовить какой-нибудь такой сюрприз. Спасибо тебе большое за поздравление, Арина. Спасибо, что пришла. Спасибо, что поздравила. До новых встреч. До свидания. А мы продолжаем наши поздравления, которые прозвучат сейчас в следующем сюжете. Но перед этим мы должны подвести итоги нашего розыгрыша. Напоминаю, что вот этот сертификат вы можете получить прямо сейчас. И у нас уже есть звонок. Алло. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила. Людмила. Очень приятно. Людмила, как ваше настроение? Очень хорошее. Вы мамочка? Да, мамочка. Двоих детей. Два внука. Двоих чудных деток. Мальчика-девочка? Девочка-девочка? Девочки. Две девочки? Девочки-девочки. И они вас любят? Да. И они вас любят? Очень. Готовят поздравления в воскресенье? Ну как же ж. Да, вы уже знаете об этом. Очень интересно. Ясно-ясно. Итак, этот сертификат вы можете получить сейчас, ответив на мой простой вопрос. Как переводится слово FURS? Бех. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, Людмила. Мы этот сертификат передадим вам. Оставайтесь на линии. Спасибо, что вы мама. Я уверен, что вы великолепная мама. Спасибо, что звоните к нам в эфир своего ТВ. Ну, а сейчас, как я уже говорил, поздравления от детей. Всем привет. С вами Антон и Степа. Каждый день мама заботится о нас. Это огромный, огромный, преогромный труд. Скажи, а что такое забота? Это любовь. А это когда тебя очень сильно любят и покупают игрушки. Забота – это когда мама мне делает красивые прически. Это когда человек с тобой близко всегда. Это сердечко. А как твоя мама заботится о тебе? Очень-очень сильно. Укладывает меня вот так. Раз, два, три. И я засыпаю. Она меня целует. Ну, всегда ближе ко мне. Спинка щекочет. Она меня обнимает. Мама делает дома суп. Что ты хочешь пожелать своей маме? Цветочков на празднике. И сариков тоже. Очень длинная праздник. Чтобы ее всегда на работе везло. Чтобы ее все мужчины любили. Чтобы она была такая красивая, как цветочек. Я желаю, чтобы моей мамочке все время было весело. Вот так. Чтобы маме была корона. Я маме желаю здоровья, счастья и маленькую сестричку. Дорогие наши, любящие и самые любимые мамы. Спасибо за вашу заботу. За вашу нежность. За самые интересные сказки. За самые нежные объятия. Всем пока! Светка, конфетка. У меня вот такие ассоциации. Сейчас я потом объясню, почему. Кстати, я вот не могу выпить чай, не выпить чай с чем-нибудь сладеньким после приема пищи. Но, кстати, вот говорят, что есть много сладкого очень вредно. Это говорят родители прямо с самого детства. Я это, собственно говоря, к чему? Есть возможность проверить свои зубы, полость рта и провести профилактику гигиены рта. Поскольку именно это и предлагает наш друг, стоматология доктора Конова по адресу 50 лет в ЛКСАМ, 33 район торгово-развлекательного центра Москва. И вот, собственно говоря, это подводка к моему вопросу. Существует 12 так называемых полезных сладостей. Я прошу дозвонившихся к нам назвать 5 из них. Тот, кто их назовет, получит сертификат на профилактику гигиены полости рта. Они у меня есть, прямо прописаны. Я буду вас внимательно слушать. Назовете 5 из них и получите вот этот самый сертификат. А почему у меня была ассоциация с именем Светка Конфетка? Потому что у меня в студии сейчас просто очаровательная, великолепная, светлая, радужная, такая вот сейчас почему-то очень серьезная Света. Света, привет! Привет! Давай ручку. Как у тебя настроение? Хорошо. Хорошо. Ты пришла поздравить свою маму, да? Ну да. И в ее лице всех мам Ставропольского края. Правильно? Да. Как ты любишь маму? Целую, обнимаю и ей помогаю. Вот как ты утром маму обнимаешь? Обнимешь меня? Да. Давай. О, Светка! Я вот почувствовал абсолютно все тепло, которое ты передаешь своей мамочке. Светочка, что ты приготовила для поздравления? Куклу. Куклу? Куклу? Маме? Да. Прямо вот в воскресенье ты будешь дарить куклу? Да. А где она? Она дома? Да. Да? Ты не принесла ее? Ну да, правильно, показывать нельзя, потому что в воскресенье это не будет сюрпризом для мамы, правильно? А вот давай ты сейчас вот так вот повернешься вот туда вот на камеру, вот тебе сейчас там машут и поздравишь свою, ой, вот так вот, да, вот таким воздушным поцелуем поздравишь мамочку. Что ты бы вот ей сейчас сказала, если бы она была рядом прямо вот напротив тебя? Я ее люблю и целую и обнимаю. Моя ж ты, зайенька, еще раз давай обнимемся, ой, ты ж моя хорошая. Вот, спасибо тебе, Светочка, я уверен, я уверен, что ты просто любишь маму, но ты же в воскресенье приготовила стишок? Да. Ты можешь его сейчас прочитать? Да. Вот, давай вот туда вот смотрим и читаем стихотворение, да? Давай. Кто пришел ко мне с утра, кто сказал вставать пора, кашу кто успел сварить, чай в чашечку налить, кто в саду цветов нарвал, кто меня поцеловал, кто косицу мне плетет и идет, и идет, и идет. Чудо, чудо, муа, 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 Светочка, ты просто молодец, ты просто чудо, спасибо тебе, я знаю, я вот вижу, чувствую, что ты любишь мамочку, спасибо, что ты пришла сегодня к нам в эфир, спасибо, что ты поздравила свою маму с этим великолепным праздником, который будет в воскресенье. Хорошо? Спасибо, Светочка. Ну, а я напоминаю вопрос, который уже прозвучал, назовите мне пять сладостей, которые считаются правильными, звоните к нам в эфир, отвечайте на этот вопрос, и вы получите вот этот сертификат о профилактике гигиены полости рта. Ну, а сейчас новости экономики в продолжении нашего эфира слушаем и узнаем, какие экономические события сейчас происходят в мире. Бензиновые игры. Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС. Нелегальная икра. В России зимой запустят пилотный проект по маркировке деликатеса. Карта МИР расширяет границы. Россия ведет переговоры с крупнейшими банками в Турции. Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года, как сообщает РИА Новости. Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть, это 6% от зарплаты, вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Документ также обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета ПФР. В Независимом Тополенном Союзе заявили, что более чем половина всех работающих в России автозаправок может закрыться, а цены на бензин продолжат расти, передает автоньюз.ру. По словам представителей НТС, причина – повышение оптовых цен на топливо в условиях замороженных розничных, а также возможный в дальнейшем рост акцизов. В Тополенном Союзе подчеркивают, что независимые игроки не могут купить топливо на бирже, потому что нефтяные компании фактически покупают его сами у себя по завышенным ценам и продают на своих заправках. В то же время оптовые продавцы ограничивают объемы продаж для независимых АЗС, а им необходимо устанавливать наценку не менее 3 рублей на литр. В противном случае они работают в убыток. А учитывая, что в конце октября российские власти договорились о заморозке цен на бензин, у независимых АЗС сейчас нелегкое время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зиме готово 99,9% жилищного фонда страны, почти 72 тысячи котельных. Для создания запасов топлива на склад завезено более 5 миллионов тонн угля и свыше 2 миллионов тонн жидкого топлива. Мной принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь, заявил Медведев. В России зимой запустят пилотный проект по маркировке черной икры. Как сообщает РБК, Росрыболовство разработало систему по введению маркировки продукции из осетровых, лососевых и других пород. Союз осетровых в ближайшее время планирует начать добровольную маркировку икры, мяса и продукции из осетровых рыб. В эксперименте примут участие Минпромторг, Ростех и Центр разработки перспективных технологий. Оператор маркировки, которая уже применяется на рынке шуб, лекарств и табака. Проект запустят в ближайшие три месяца. Одной из пилотных площадок для маркировки икры станет осетроводческое предприятие «Диана» в Вологодской области. Мясо осетровых предположительно начнут маркировать в Астраханской области. В будущем маркировка может стать обязательной. Контроль по расчетам Росрыболовства позволит решить проблему контрафакта, который занимает сейчас 80% рынка. Учитывая, что средняя стоимость легальной черной икры у производителей составляет 30-40 тысяч рублей за килограмм, объем нелегальной продукции оценивается в 200 тысяч тонн. Это браконьерская икра, добытая в дикой природе. Кроме того, огромные объемы черной икры поставляют из Китая. На Дальнем Востоке эта икра оптом продается по цене 6-8 тысяч рублей за килограмм. В России будет создана информационная система мониторинга оборота товаров, маркированных средствами идентификации. В 2016 году в странах ЕАЭС уже была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Законопроект должен заработать с 1 января 2019 года. Порядок работы системы определит Кабмин. Будет установлен перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему. Также будет прописан порядок изъятия и уничтожения конфиската немаркированных товаров. Автор законопроекта назвал целью инициативы обеспечения поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных товаров. Это удастся реализовать путем защиты легального оборота от фальсификата и контрафакта. Каждому товару будет присвоен код маркировки в машиночитаемой форме, представленной в виде штрих-кода или записанной на радиочастотную метку. Центробанк ведет переговоры с банками Турции о работе российских карт МИР в этой стране. Об этом сказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она уточнила, что с одним из банков Турции такое соглашение уже подписано. Кроме того, аналогичную работу регулятор ведет и с другими странами, в которых любят бывать россияне. Это, например, Вьетнам, ОАЭ и Таиланд. Бакина выразила надежду, что в следующем году будут подвижки в этом направлении. Сейчас уже карта МИР работает в Армении, к концу года должна заработать в Киргизии, а в следующем году в Белоруссии. Ну что ж, вот такие вот новости экономики были только что, а мы возвращаемся к нашему подарку. Вот он, сертификат, он у меня в руках. Это означает, что вы его точно получите. Напомню вопрос, назовите мне пять сладостей, которые считаются правильными. И у нас есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир. Владимир, очень приятно. Меня зовут Владислав, если вы, я думаю, вы в курсе. Владимир, вот он сертификат. У вас есть пять правильных ответов на мой вопрос, и вы его получаете. Согласны на такие условия? Я думаю, да. Отлично. Тогда называйте. Так, ну я считаю, что вкусный и полезный это у нас халва, мёд, наверное, даже в пироге. Также сухофрукты, цукаты и, пожалуй, горький шоколад. И шоколад какой? Молочный? Да. Горький. А, правильно, правильно, молодцы. Я вас не подловил. Ну что ж, браво, этот сертификат ваш. Владимир, я думаю, что вам просто стоит в канун воскресного праздника поздравить свою маму в прямом эфире своего ТВ. Как вы думаете? С удовольствием. Прекрасно. Тогда мы ждём от вас поздравлений. Я хочу поздравить уже двух своих мам, так как у меня есть уже и тёща. Вот, с этим замечательным праздником пожелать им здоровья. И сказать, что мы их, как дети, очень любим и будем стараться заботиться о них долгое-долгое время. Вот. Мам, я тебя люблю. Спасибо, Владимир. Спасибо вам огромное. Ну, вы выиграли подарок. Мы вас ещё раз с этим поздравляем. Но на этом розыгрыш подарков не заканчивается. И сразу сходу мы готовим следующий подарочный набор ко Дню Матери от Art Studio. Что бы подарить ждёт вас? И в связи с этим у меня ещё один вопрос. В принципе, он ожидаемый. В каком году в России был учреждён праздник День Матери? Мы ждём ваших ответов. Звоните по телефону 8 800 707 02 26. И ещё поздравляйте мам. Отвечайте правильные вопросы и получайте подарочный набор. А я ещё могу сказать о том, что я опять в студии. Снова в студии не один. Со мной очаровательная Ульяна. Она вот так вот стоит. Вся такая праздничная, красивая. Вот такая вот улыбчивая, радужная и замечательная. Ульяночка, привет. Меня зовут Влад. Ульяна, расскажи мне, кто тебе сделал такой великолепный ещё наряд, в котором ты сейчас? Мама. Она сама сшила? Да. То есть сама купила материал, сама вот этими вот всеми вот сделала? И даже рюшки купила. И даже вот эту вот красоту? Да, это рюшки. Ничего себе. Но ты прямо вот, вот ты принцесса, Ульяна. Вот ты принцесса, я вижу, что мама тебя любит. А ты любишь маму? Угу. Как? Угу. Ну, ну, сильно. Угу. Я люблю сильно и... И... И очень сильно. Угу. Ты молодец. А ты приготовила какие-то поздравления для мам, правильно? Вот там камера. А ты можешь прямо сейчас прочитать своё поздравление. Вот прямо на весь Ставропольский край. Готова? Угу. Давай. Мама спит. Она устала. Ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. А по маминой подушке луч крадёт золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела. Слух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела. Я бы могла похохотать. Да мало ли я чего хочу. Но мама спит, я молчу. Луч метнулся по стене, а потом сказал ну ко мне. Ничего ж, ну он будто. Посидим и в тишине. Умничка. Давай я тебя обниму тоже, моя золотая Ульяночка. Ты просто молодечек. Это прекрасное поздравление. Ты готовишь ещё какие-то подарки для мам? Угу. И что делаешь? Или это будет секрет? Это будет секрет. Я так и подумал. Спасибо тебе большое за поздравление. Спасибо, что ты пришла и поздравила свою мамочку и в её лице всех мамочек Ставропольского края. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Ну, а я напоминаю, вот Ульяна, между прочим, подарок в воскресенье делает. А вы можете прямо сейчас вот этот самый набор выиграть. Выиграть, дозвонившись до нас по номеру 8707-0226. И прямо его вот так вот из рук в руки получить. Я понимаю, что у нас есть звонок. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Вы мама? Да. И сколько у вас детишек? Два сына. Два сына? Готовят они вам подарок? Обязательно. А этот подарок кому? Вам? Да. Да? То есть вы прямо сейчас себе хотите выиграть подарок. И это правильно. Наталья, ну что ж, тогда вопрос звучит, в каком году был учрежден День Матери? В 98-м. Еще раз? В 98-м. Правильно. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Этот подарок ваш от Art Studio, чтобы подарить торговый центр Милан, третий этаж. Студия, кстати, необычных подарков. Вы же видите, да? Необычный подарок. Необычных подарков и декоров. Подарочные наборы, сувениры, продукции вы можете получить именно в торговом центре Москва, третий этаж. Спасибо большое, Наталья, что вы нам позвонили. До свидания. Конечно же, самый, наверное, приятный и простой подарок нашим любимым мамам, девушкам, это, конечно же, цветы. Я, честно говоря, против срезанных букетов, так как, ну, жалко эти живые цветы, которые через несколько дней просто завянуты и станут лишь каким-то гербарием. Я за цветы в так называемых горшках. Но вот как за ними ухаживать, я, допустим, не знаю. А вот Владимир Кожевников знает, и думаю, его советы будут полезны всем, как ухаживать и пересаживать комнатные растения. Те, кто дарит, будут знать, какие цветы лучше дарить, а какие нет. А тем, кому дарят, ну, может быть, узнают какие-то нюансы по уходу. Смотрим. Добрый день, умелые вы наши. У многих наших телезрителей в помещении цветут различные луковичные растения. Ну, к сожалению, большинство из них дает цветы только один раз в году, но они просто так не зацветают. Это достаточно такие требующие внимания растения. Ну, вот взять одно из самых неприхорливых растений – это кливия, которая цветет, в общем-то, несколько раз в году. Но сегодня мы уже не можем показать цветочное, цветущее растение. Вот именно калис – белые, прекрасные, погохочие растения дают, белые погохочие цветы дают растения. Ну, и, конечно, самое распространенное растение – это гипиаструм, которое почему-то называют в народе аморилисом. И я сегодня расскажу некоторые нюансы, которые необходимо помнить для того, чтобы это растение не только давало красивые листья, но и еще давало цветы. Итак, вот видите, именно калис у нас уже растет в этом горшке несколько лет. И если внимательно посмотреть, уже настолько луковицы раздали этот горшок, что они не помещаются в нем. И мы сегодня говорим о том, что как раз пришло время для того, чтобы дать волю этому растению. И вот мы вынули из нашего горшка, видите, корни у этих всех растений семейства аморилисовые многолетние. То есть тогда, когда мы будем разделять это растение, необходимо постараться оставить как можно больше корней в живом состоянии. Но посадка не отличается ничем от всех остальных. Это дренаж в горшке, это легкий субстрат, в котором большая часть, конечно, нашего пресловутого торфа. Ну и, конечно же, какое-то количество грунта. Ну и вот сейчас я покажу, как разделять это растение для того, чтобы оно у нас сохранилось не просто живое, но и дало в следующем году урожай. А урожай в данном случае – это большое обилие цветов. Необходимо как можно осторожнее размять этот ножком земли. Убираем те верхние корни, которые, видите, уже темные, которые уже старые, а молодые. И оставляем при нашей луковице, разминаем ее и достаем из нее луковицу. Потому что в противном случае наше это растение ни в коем случае не будет нам давать цветы. Наконец-таки мы отделили. Это мы пока оставляем здесь. И так мы практически подготовили наш вот контейнер. Вот новые корни, значит, старые корешки, как я уже сказал, можно и подрезать, конечно же, чтобы они нам не мешали, потому что они свое отжили. А молодые, конечно же, оставляем. Все растение подготовлено для посадки. Но сажать, опять же, необходимо помнить ни в коем случае луковицу нельзя заглублять. Корешки аккуратненько заправляем, раскладываем их по всей площади нашего контейнера. Слоями засыпаем грунт и притрамбовываем. И притрамбовываем для того, чтобы эта луковичка наша держалась в центре нашего контейнера. Ну и после посадки мы польем. И в таком состоянии именно калис будет жить всю зиму. И весной он нам даст красивые-красивые цветы. Но я хочу сказать, что у нас есть другое растение, гипиаструм, которое необходимо несколько по-другому к нему подходить. А именно, вот у нас луковички, которые уже подошли практически к времени цветения. Но они не перешли в состояние покоя. И поэтому необходимо все эти гипиаструмы укладывать вот таким вот горизонтальным образом. И прекратить полив. И положить их практически где-нибудь в темное помещение. А если у нас имеется крупный гипиаструм, мы сейчас его найдем, который уже практически перешел в состояние покоя, имеет вот такую крупную луковицу, мы можем его достать из контейнера. Вот таким вот образом. Здесь точно так же корни имеются старые. И есть молодые корни. Мы их подрезаем, верхнюю чешую старую убираем, листики лишние обрезаем. И вот в таком состоянии складываем в ящички и перекладываем их бумагой. В таком состоянии они лежат у нас до января, февраля или марта месяца. И когда нам необходимо зацвесть, чтобы эти растения зацвели, мы их вынимаем примерно за две недели до начала цветения. Помещаем, естественно, уже в новый контейнер. И они у нас будут давать цветы уже в следующем году. Этот процесс, я уже несколько раз говорил, называется выгонка. Зачем мы это делаем? Мы можем их оставить и в контейнерах, но просто часто бывает у людей малое место и в квартире. Мало места и на подоконниках. И поэтому вот это один из способов сохранения и растения, и сохранения площади вашего жилища. Но, во всяком случае, и один, и другой принцип сохранения растений, он сводится к тому, чтобы растения остались до весны. И весной дали нам цветы. Вот такие небольшие нюансы. Если вы будете помнить, то растения будут и украшать ваше жилище в течение зимы, а уж весной дадут прекрасные цветы. До свидания. Эх, если бы вы знали, как я люблю свой диван. Он у меня с ортопедическим матрасом. Вот он заботится о том, чтобы я отдыхал. Не хватает только подушки, а вот кому-то все-таки повезет. И у него будет отличная подушка от мастерской подарков Staff Art. Сделанная специально ко дню матери. И, естественно, мы ее разыграем. И у меня в связи с этим есть вопрос. Некоторые мелькоплетающие, такие как жирафы и слоны, спят меньше, чем 2 часа в сутки. Но есть и те, кто нежится в объятиях морфея прямо 22 часа. Кто же это? Ленивцы, коалы или кошки? Звоните, отвечайте правильно. Один из вариантов правильный ответ на этот вопрос. По телефону 8 800 707 02 26. Звоните, отвечайте на этот вопрос. И вы получите арт-подушку. Staff Art находится на Духачевского 22 дробь 6. Изготовление сувенирной продукции, печать на текстиле, полиграфия, лазерная резка. Изготовление уникальных подарков. Бегите, Staff Art. И вы можете сделать уникальный подарок для всех любимых, которым вы хотели бы сделать уникальный подарок. И снова я в студии не один. Сегодня мы мужской компанией. Заходи. Привет. Как зовут? Бен. Бен. Очень приятно, Бен. Рассказывайся, как ты будешь поздравлять маму в воскресенье. Ну, обнимешь, поцелуешь, чашечку кофе принесешь, чая в постель, чтобы мама поняла, что ты заботишься о ней и любишь ее. Правильно? Вот. Но я думаю, что ты наверняка приготовил какое-то уникальное поздравление. Правильно? Давай, перед этим ты расскажешь, как ты любишь маму. Как ты любишь маму. Вот так вот прям? Вот так! Вот, ну все же просто и понятно. Ты просто в объятиях передаешь своей мамочке свою любовь. Стихотворение выучил? Да? Расскажешь? Вот смотри, вот там вот камера. Вот прям вот туда можешь рассказывать стихотворение. И поздравлять мамочку, а в ее лице всех мамочек Ставропольского края. Ты понимаешь, а как это ответственно, Бен? Да? Ну давай, рассказывай. Я поздравляю свою маму. Когда я скажу слово маму, тогда улыбка на губах, и здорово, и лос упрямо, и счастье в глазах. Ну уникально, молодец, красавчик. Ты просто настоящий мужчина. Я чувствую, верю, что ты любишь свою маму, она любит тебя, и вы большая, дружная, классная семья. Спасибо тебе за то, что ты любишь маму. Вот на твоем примере обязательно нужно учиться всем детям Ставропольского края. Понятно? Спасибо тебе большое. Еще раз давай руку. Спасибо, что ты пришел. А у нас есть звонок в студию, который уже готовый получить арт-подушку от наших друзей Ставартом. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наташа. Наташа. Вы мама? Да. И сколько у вас детей? Одна дочка. Одна дочка. Вот подарок, который мы сейчас разыгрываем, это вам? Или может кому-то? Ну, посмотрим. А, посмотрим. Все-таки еще не разобрались. Посмотрим. Да, если дочке понравится, я думаю, она его не отдаст никому. Хорошо. Ну что ж, итак, вопрос. Кто нежится в объятиях морфея 22 часа в сутки? Я считаю, что правильный ответ – коала. Правильно, правильно. Это абсолютно верно, Наташа. Вы получаете подушку от Ставарта. Оставайтесь на линии, и вы узнаете, как ее забрать. Так что вы обязательно ее получите. Спасибо. Спасибо. До свидания. Итак, к новостям. Минтранс рекомендовал регионам поднять зебры над уровнем проезжей части, чтобы повысить безопасность пешеходов. Зебры станут аналогом лежачих полицейских. Такие конструкции установлены уже на дорогах в разных странах мира, например, в США и Швейцарии. При виде неровности водители просто вынуждены сбавлять скорость заранее, чтобы не повредить автомобиль. Ну а в продолжении темы безопасности наша постоянная рубрика с оперативными сводками. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1300 сообщений о преступлениях и происшествиях. Установлено местонахождение четырех без вести пропавших граждан и пяти граждан, находившихся в местном и федеральном розыске. Полицейскими выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. На дорогах края зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. За прошедшие сутки полицейскими раскрыто 12 преступлений, связанных с хищением чужого имущества и семь мошенничеств. Так, в Есентуках в отношении мужчины, обвиняемого в серии краж, возбуждено еще два уголовных дела. Ранее за совершение пяти краж из магазинов в отношении 39-летнего местного жителя следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело. В рамках оперативных и следственных действий установлено, что подозреваемый причастен также к совершению кражи из торгового помещения. Взломав дверь магазина, он похитил из торгового зала четыре шубы стоимостью более 40 тысяч рублей. Мужчина во всем сознался, при обыске в его домовладении полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество. О Благодарненском районе полицейскими установлен подозреваемый в попытке совершения мошенничества. Накануне в полицию обратился представитель банковского учреждения. По его словам, неизвестный пытался пополнить счет своей сберегательной карты тысячерублевыми сувенирными банкнотами. Работники финансового учреждения извлекли из купюроприемника банковского терминала пачку из 55 билетов из банка приколов. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. 44-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. В ходе допроса мужчина осознался, что изначально приобрел билеты банка приколов, чтобы разыграть друзей, но решил попробовать пополнить свой банковский счет данными купюрами через банкомат. Однако банкомат заблокировался от такого количества незнакомых купюр. За попытку мошенничества в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, на Ставрополе продолжается проведение второго этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полиция Ставрополя призывает граждан внести свой вклад в борьбу с наркопреступлениями и принять участие в акции. Сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, жители края могут круглосуточно по телефону 02 или 102 с мобильного телефона, а также в ближайший отдел полиции. На этом у меня все. Соблюдайте законы и берегите себя. Передаю слово в студию программы «Полдень». Ну что ж, наша программа продолжается. И у нас по плану очередные поздравления и подарок на этот раз – это прыжки в батутном парке Ставпарк «Джамп». И вопрос у меня такой. Какой самый высокий мужской прыжок был зафиксирован в хронологии мировых рекордов? Мне нужна от вас точная высота прыжка. Звоните 8 800 707 02 26. Отвечайте правильно и получайте билет в парк «Джампинга». И снова поздравления. Маришечка, заходи к нам. Проходи, проходи, проходи. Проходи. Привет. Привет. Здрасте. Ты пришла поздравить мамочку с праздником, который будет в воскресенье, правильно? Да. Скажи, как ты любишь маму? Я ее обнимаю, целую, ну и все такое. Готовишь подарок в воскресенье? Да. Ну, какой, естественно, не скажешь, потому что это будет сюрприз. Да. Но ты приготовила поздравление прямо сейчас, ты можешь его прочитать нам, правильно? Да. Вот смотри, вот там камера, вот прям туда читай и поздравляй свою маму. Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил? Ну, начни сначала. Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил? И всегда оберегала лучшая на свете мама. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет? Любит больше, чем себя? Это мамочка моя. Книжки вечером читает. И книжки вечером читает. И всегда все понимает. Ну что, разволновалась? Разволновалась? Ну, давай так, у нас сейчас по плану реклама, а потом ты дочитаешь стихотворение. Сейчас мы прервемся, оставайтесь с нами. Мы вернулись. Минобороны придумала особый мобильный военно-полевой банкомат. Он смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ и находится в крытом кузове. Военный банкомат может работать даже без гражданской связи, так как обмен данными происходит по военным каналам. Ну, а теперь новости Ставропольского края. Сергей, тебе слово. И не вопрос, а про военный банкомат? Да, вот как тебе этот момент? Отличная тема, отличная. Расскажешь о ней поподробнее? Нет, к новостям. Коротко о главных темах выпуска. Зима все ближе. Первые серьезные заморозки ожидают наш край в эти выходные. Ее смелости позавидуют многие мужчины. Продавщицу, которая отбилась от пистолета шваброй, наградили в Минводах. 126 тысяч посетителей только в этом году. Домик Лермонтова в Пятигорске стал самым посещаемым музеем на Ставрополье. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Ставрополе в эти дни проходит форум «Зимний Доброград-2018». Он собрал более 300 активистов со всего Северного Кавказа и Юга страны. Участники рассказывают о своих проектах, которые они реализовывали в течение года. Обсуждают планы на 2019-й. На слете проходят семинары, мастер-классы и презентации. На месте событий сейчас работает моя коллега Виктория Середа. Она на связи со студией. Вика, что там сейчас происходит? Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители. В эти дни в Ставрополе проходит, наверное, уникальное по своим масштабам мероприятие «Зимний Доброград». Кто в нем принимает участие? В нем принимают участие общественные организации, активисты, добровольцы. К слову, в этом году движению добровольцев Северного Кавказа исполняется 20 лет, а именно завтра, 24 ноября. И прямо сейчас, в эти минуты, в молодежном пространстве «Лофт» Ставрополя работают различные интерактивные площадки. А что здесь происходит интересного, нам подробнее расскажет один из организаторов. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Синьковская Дарья, директор АНО «Института социально-креативного развития актива». Дарья, ну расскажите, пожалуйста, вот ваша площадка, чем она сегодня занимается, да и вообще, и что вот такого интересного подготовили, кто ваши участники? Ну, вообще, в первую очередь, наверное, стоит сказать о самом слете, потому что слет организует сразу одновременно много образовательных площадок. То есть тут реализуются проекты, поддержанные фондом президентских грантов, проекты, такие как кампус общественных объединений Старопольского края, ресурсный центр, содействие, защита плюс, также направленные для образования педагогов, школьников в сфере правового, экономического просвещения, межнационального. И помимо этого, третья площадка – это международный научно-образовательный проект, искусство ведения переговоров, дебаттов, публичных выступлений в мультикультурной среде. Именно на этой площадке, если кратко мы называем проораторство, участники присутствуют из различных регионов Кавказа, а также различных стран. То есть на данной площадке мы обучаем их созданию аналогичных площадок конструктивного диалога молодежи в своем регионе или в своей стране. То есть как это создать, как это сделать, как наследить непосредственно информацию, данную площадку, как научить нашему молодежь в диалоговом формате разрешать возможно возникающиеся конфликтные ситуации. Вот вы говорили, что участники из разных регионов. Я так понимаю, сегодня очень много гостей. Откуда они? У нас есть, во-первых, все регионы Северного Кавказа, Южный федеральный округ. Помимо этого, допустим, если мы говорим про нашу площадку проораторства, там есть представители Таджикистана, ЛНР и Египта. Мы видели сегодня, что все происходит в игровой форме. Вот какие-то игры. Для чего они нужны? Мы понимаем, что в принципе даже молодежь, которая приехала учиться, если мы будем проводить образовательные площадки в виде лекций и 4 часа они будут сидеть и просто слушать, пусть информация, которая будет очень важна, но все равно ты от этого устаешь. Потому что образовательная программа на Доброграде рассчитана с 9 утра и до 10 часов вечера. Поэтому каждая тренинговая площадка содержит непосредственно какие-то интересные интерактивные упражнения. Если мы говорим опять же про проораторство, там упражнения проводятся для того, чтобы потом провести рефлексы и объяснить, что стоит проводить, какие упражнения делать у себя в регионе, для чего, на какую аудиторию и к чему эти упражнения приводят. По итогам, вот, закончится форум 25 числа, правильно мы понимаем, и в дальнейшем как-то будете дальше реализовывать эти проекты, резолюция будет составлена или вот в каком формате будет вот это обобщение? Если почитать именно полное название слета Доброград 2018, тиражирование успешных практик общественных объединений Северо-Кавказского федерального округа и Жужжного федерального округа, то можно понять, что все практики, которые презентуются здесь, они делаются для того, чтобы их дальше тиражировать в регионах Кавказа, регионах Юга России. И каждый вечер, помимо того, что днем мы проводим образовательные площадки, вечером проходит презентация различных успешных практик. Для чего? Для того, чтобы они тиражировались в различные регионы. Допустим, в рамках регионального центра защиты «За действия плюс» также проводится обучение педагогов. Помимо того, что мы работаем со школьниками, для того, чтобы педагоги в своих школах Старопольского края могли тиражировать уже созданную практику по правовому просвещению, экономическому, межэтническому, психологическому, для того, чтобы помочь, как создавать уроки в данной сфере в своей школе. Дарья, спасибо большое. Очень увлекательно, очень интересно. Мы продолжаем работать дальше и видим, что прямо сейчас в эти минуты здесь идут мастер-классы. В это же время какие-то кофе-брейки, чтобы у участников была хоть какая-то передышка. И вот мы у этих замечательных ребят сейчас спросим, что они сделают. Начнем, наверное, с вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я являюсь членом Всероссийского студенческого корпуса спасателей регионального отделения. Скажите, что вы делаете? Вы добровольцы. Есть какие-то конкретные примеры вашей деятельности? Нашим основным направлением является добровольчество в ЧАЭС. Членами нашего отделения являются как обычные студенты, так и студенты каких-то профильных вузов, специальностей. Вы помогаете взрослым спасателям, правильно понимаете? Да, правильно. Мы как раз недавно начали вместе со спасателями дежурство. Дежурите по вечерам? Сутки. Сутки дежурите? Ну, по очереди, конечно, но да. А что делаете? То есть заполняете бумаги или отвечаете на телефонные звонки или как? Ну, мы так же, как спасатели, имеем право выезжать на вызовы, потому что среди нас также есть аттестованные спасатели. Ирина, вам вот интересно на этом мероприятии? Что-то полезное здесь для себя почерпнули? Ну, мы все-таки тоже являемся студентами и также занимаемся написанием проектов, поэтому данное мероприятие для нас является очень интересным. Ирина, спасибо. А мы вот у вашего напарника сейчас тоже спросим. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Я представитель регионального отделения ВСКС по Ставрополю. Максим, ну вот скажите, вам здесь интересно для себя, как для спасателя, может даже будущего профессионального спасателя, вот что-то полезное почерпнули? Конечно, подобные мероприятия приносят прокачку твоему мозгу. И это хорошая компания и всегда весело здесь провести свое время. И также на этом лично, вот на этом мероприятии я прокачиваю свой проект, будущий проект по помощи бездомным. А вот в повседневной жизни вы помогаете людям, которые вот остались без крыши над головой? Ну, конечно. Но мы им не помогаем, как найти свой дом. Мы их, скорее всего, отвозим в приюты, помогаем в приготовке еде, там, вытаскиваем их откуда-либо, как бы это ни звучало. Ну вот в дальнейшем хотите связать с этой деятельностью свою вот жизнь, профессию выбрать в этой сфере? Ну, конечно. Я начинаю с малого и хочу достигнуть больших целей. Спасибо большое, Максим. Спасибо, ребят. Ну, а я напомню, что в данный момент мы работаем в молодежном пространстве «Лофт». Здесь проходит зимний Доброград. А подробнее о том, что здесь происходит, какие площадки работают, мы расскажем в следующих выпусках новостей. А я передаю слово своим коллегам в студию. Зима близко. Синоптики гидрометцентра Ставропольского края прогнозируют похолодание. Согласно данным метеорологов, сегодня к ночи на большей территории края ударит мороз. Столбики термометров опустятся до минус 7. В субботу днем в крае будет плюсовая температура до 4 градусов, но ближе к вечеру опять начнет холодать. В ночь на воскресенье гидрометцентр ожидает на Ставрополе мороз до 9 градусов. В столице региона столбики термометров опустятся до минус 8. Между тем, такое резкое похолодание не самым благоприятным образом складывается на растениях, которые еще не полностью сбросили листву. А как первые морозы скажутся на озимах, которые уже взошли, нам рассказали в Минсельхозе края. На первые заморозки, которые планируются у нас в ближайшее время, подмерзание листовой пластинки возможно будет, но оно будет незначительным. В данный момент корневая система после дождей развивается. Вы помните, что значительных осадков у нас не было более трех месяцев. Ну и в этот период будет идти закалка. Земля не остыла и на данном этапе угрозы вымерзания нет. К другим темам. Со шваброй на пистолет. Женщину, которая не испугалась вооруженного налетчика, наградили полицейские. В Минеральных водах смелая продавщица сама бросилась на грабителя, который ворвался в продуктовый магазин с целью поживиться выручкой. Нападавший сбежал от отважной женщины, но не от правосудия. История о героине в следующем сюжете. Махала, обвивалась. Ну просто было бы что-то другое. Ну если бы даже у него хотя бы не было пистолета, можно было бы просто как бы продраться. Минеральные воды Промзона – маленький круглосуточный продуктовый магазин с обычным для таких торговых точек ассортиментом. Елена рассказывает, когда поздним вечером к ней зашел тот покупатель, сразу почувствовала что-то неладное. И когда он достал пистолет, испугаться не успела. Решила действовать, как-то отвлечь его внимание. А сама в подсобку, за шваброй, которая оказалась круче огнестрельного оружия. И он тут пистолет перезарядил, как бы я вообще даже опешила, как бы, да. То, что, ну как бы, я не знаю там именно, что он там какой-то там, факт, что он металлический, как бы тяжелый, не там никакой игрушечный, допустим, да, и не новый факт, что. Ну и все, вот он там типа, давай, типа, деньги, иди сюда, как бы, я там на него, типа, иди туда-сюда. Об этом нападении, рассказывает, даже не хотела никому говорить. Мол, что тут такого-то и выручка на месте, и товар, и сама цела. Но когда все же поняла, что могла пострадать, и что грабители могли напасть еще на кого-то, сообщила в полицию. Видео с камер наблюдения в магазине стало доказательством, попало в прессу и в интернет. Нападавшего задержали. А смелый поступок женщины в минераловодской полиции решили отметить. Вы провели именно достойно, как гражданин Российской Федерации, еще вы и девушка, поэтому так защищаться от разбойников, это не всем дано. Поэтому мы очень рады, и ваш поступок, он является таким уроком для всех жителей, именно минераловодского района, Старопольского края и Российской Федерации. Я думаю, наши и молодые сограждане, и уже взрослые будут учиться именно вот таких, как вы. Грамоту Елена решила повесить в магазине, чтобы уже точно никто туда с криминальными планами не совался. Виктория Середа, Алексей Форсиков, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Вот что бывает, когда планируешь ограбить магазин, и это делаешь по мытому полу. В Ставрополье стартовал форум для акушеров, а также акушерских анестезиологов и реаниматологов. На протяжении двух дней в краевой больнице врачи со всех уголков России будут обсуждать самые острые и актуальные темы в области акушерства. Преждевременные роды, профилактика осложнений, методы борьбы с сепсисом. Во главе же угла стоит проблема материнской смертности. Должен учиться всегда. Не может один раз в шесть лет проучиться в институте и затем использовать этот багаж знаний всю жизнь. Сегодня информационная технология, вы это хорошо знаете, и по всему тому, что происходит вокруг нас, развивается столь стремительно, что необходимы такие форумы прежде всего для того, чтобы обобщить эту информацию, объяснить ее. В рамках форума с докладами выступят врачи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Главная особенность – полный интерактив с залом. Вопросов президиума и выступающим можно задавать сколько угодно. Время на это не ограничено. Так что от организатора форума реализуется еще одна важная цель – междисциплинарное взаимодействие. На Ставрополе могут появиться около 20 ясельных детских садов. Проекты их строительства сейчас изучают в рамках федерального проекта «Демография». В ближайшие 6 лет из бюджета страны на него выделят 3,5 триллиона рублей. Одно из важных направлений – дополнительные места в садиках. Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края внесло свои предложения. Если их утвердят, в регионе появятся два десятка новых дошкольных образовательных учреждений. В них смогут размещаться малыши ясельного возраста от 2 месяцев до 3 лет. Это откроет новые возможности карьеры и заработка для молодых родителей. Один из самых узнаваемых открыточных видов Пятигорска – домик с камышовой крышей. Музей Лермонтова стал самым посещаемым музеем в Ставропольском крае. Что влечет туда гостей курорты и почему его непременно нужно посетить? Алексей Форсиков продолжит тему. Лермонтовский музей в Пятигорске – это целый квартал исторических зданий, которые в первозданном виде сохранены до наших дней. Историческая достоверность – одна из причин, почему сюда идут люди. Анатолий Павлович приехал к нам из Крыма. Домик Лермонтова, говорит, не посетить не мог. Особо ему здесь понравились подлинники рукописей великого поэта и историческая атмосфера. Я очень взволнован этим присутствием. И буду, будучи, конечно, у себя в Крыму, в кругу своей семьи, друзей, буду рассказывать и показывать. Мне дали возможность сфотографировать кое-что, его подлинные рукописи, буду, конечно, рассказывать. Так что огромное спасибо тем, кто сохранил до наших дней все это. Дай Бог, чтобы и дальше потомкам все это нашим досталось. К примеру, та самая гостиная в доме генерала Верзилина, где произошла историческая ссора Лермонтова с Мартыновым. Стол в центре гостиной – настоящий свидетель события. Монтанях, о грампанях. Горец с большим кинжалом по-французски назвал он в этот вечер Мартынова. И так случилось, что Турбецкой, который играл в этот момент за роялем, он находился за роялем, и он ударил последний музыкальный аккорд. И вот шутка Лермонтова «Горец с большим кинжалом» разнеслась по всей зале. Мартынов ее услышал. Глаза его сверкнули гневом. И придравшись к этой шутке поэта, при выходе из дома, выходили как раз вот через эти двери, он вызвал Лермонтова на дуэль. Что было дальше, знают все культурные люди. Идем дальше. Главный экспонат – домик Лермонтова. Он буквально в 20 шагах от дома Верзилина. Три комнаты с кухней, спальня, гостиная и кабинет. Прекрасен музей еще и тем, что здесь очень много личных вещей, которые принадлежали великому поэту. Вот мы находимся сейчас в его комнате, в том самом домике под камышовой крышей. А это самое настоящее его кресло и его рабочий стол. А еще подлинники рукописей поэта. Стихи, черновики поэм, письма, карандашные рисунки с видами Кавказа и картина им написанная. Все это и влечет сюда гостей Пятигорска. Музей с начала года посетили 126 тысяч человек. И если вы собираетесь в Пятигорск, это место обязательно к посещению. Алексей Форсиков, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Это все новости, о которых успеваю вам рассказать. Хотите больше новостей, тогда вам на наш сайт stv24.tv. Ну а я передаю слово основной студии программы «Полдень». Влад, Марина, программа «Вторых попыток» продолжается. Точно, абсолютно правильно, Сергей. И Сергей молодец. Напомнил, что у нас продолжается программа «Полдень». И Мариночка готова прочитать стихотворение, чтобы поздравить свою маму с праздником, который будет в воскресенье, в День Матери. Мариночка. Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил и всегда оберегала, лучшая на свете мама, кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя. Молодец. Ну вот видишь, все же просто и замечательно. Мариш, спасибо тебе большое за то, что ты поздравила мамочку. Спасибо, что пришла. Ну а я напоминаю о том, что у нас еще есть подарок. Это батутный парк «Ставджампарк», который находится на Кулакова, 35. Вот сейчас этот сертификат у меня в руках. И звонок уже есть в нашу студию. Алло. Да-да-да, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Елена. Елена, очень приятно. А Елена, любите прыгать? Ну я сама прыгать-то не очень. Я уже в том возрасте, когда, наверное, не прыгают. А вот дети и внуки у меня любят прыгать. То есть это им этот сертификат? Это им, да. Итак, Елена, ну тогда расскажите, какой же самый высокий прыжок был зафиксирован в книге рекордов мужской? Ну, если я не ошибаюсь, то в 2012 году канадец-унгар прыгнул на метра шестьдесят. Правильно. Спасибо большое. Спасибо огромное, что вы звоните, что смотрите свое ТВ и выигрываете эти подарочки. Вы получите этот сертификат, оставайтесь на линии. Ну что ж, посмотрите на этих людей, которые звонят нам в прямой эфир и выигрывают подарки. Сейчас мы перейдем в полдень, который происходит в мире. Двухнедельный жирафенок покоряет сердца гостей зоопарка Берлин Фридрих Шфельде. Свои первые дни он провел в теплом помещении, теперь же его на часик выпускают побегать в открытом вольере. Далее полдень в мире. Смотрим. Длинноногий жирафенок по кличке Эмма весело скачет по просторному вольеру зоопарка Берлин Фридрихсфельде. Эмми чуть больше двух недель от роду и до сих пор она жила в закрытом помещении с мамой. Теперь она вышла на улицу и посетители могут посмотреть на неё. Она, конечно, учится бегать. Это очень важно для молодых жирафов, поскольку в дикой природе 50% животных становятся жертвами хищников. Эмма относится к редкому подвиду жираф Ротшильда. В дикой природе их осталось не более 700. Обитают они в заповедниках Кении и Уганды. А в некоторых зоопарках мира работают программы по разведению исчезающих жирафов. В 2016 году их занесли в Красную книгу. Животные попадают в неё только тогда, когда оказываются под угрозой исчезновения. Поэтому каждый жираф, разведённый в неволе, очень важен. Ну а Эмма тем временем беззаботно бегает по вольеру и познаёт мир. Жирафёнок даже пытается самостоятельно поесть. Она, конечно, подбирает какие-то листики, но ещё не может прокормиться ими. Ей по-прежнему нужно материнское молоко. В ближайшее время Эмма будет выходить на прогулку только на час в день. Всё остальное время она будет жить в крытом тёплом вольере. В зоопарке Берлин Фридрихсфельде живут 8 жирафов Ротшильда. Посмотрите на эту прекрасную рамку ручной работы. Она просто превосходна. Я сейчас её поставлю вот здесь, потом узнаете почему. Ко дню матери от сувенирной лавки «Добрый жук», когда вам нужен будет необычный подарок, обращайтесь именно в эту прекрасную лавку. Они знают в этом толк. Уже 4 года они делают самые оригинальные сувениры из дерева по индивидуальному дизайну. Надеюсь, вы сейчас были внимательны, когда я держал рамку в руках. И вы можете мне сказать слово, которое написано именно на этой рамке. Это вам позволит получить эту рамку в подарок. Вы звоните по телефону 8 800 707 02 26 и выигрывайте эту рамку. А вопрос на внимательности, что было написано, какое слово было написано на этой рамке. Ну что ж, мы разыграли сертификат в батутный парк. Сейчас будем разыгрывать рамку. Вот было бы, наверное, хорошо попрыгать на батуте, и это является хорошей зарядкой. И сейчас в победителя, который только что нам звонил, есть такая возможность. Во-первых, возможность у вас еще есть поучаствовать в розыгрышах. Я еще раз повторюсь, вы можете выиграть прекрасную, замечательную рамку, угадав слово, которое написано. Во-вторых, есть отличная возможность заняться спортом. Сейчас вместе с Анной Медяник. Всем привет, это рубрика «Зарядка». Но сегодня наша зарядка будет супер необычной. Вам не понадобятся ни кроссовки, ни гантели. Хотя они нам, в принципе, никогда не были нужны. Сегодня мы будем делать зарядку для наших глаз. И для этого у меня сегодня не только тренер, но и самый настоящий администратор, глаза которого, в принципе, устали по-настоящему. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Сегодня мы сделаем три упражнения. Зарядка для глаз. Нам понадобятся ладошки, администратор и наше умение и знание. Трем ладошка в ладошке так, чтобы они были тепленькие, при тепленькие. Выполняйте, выполняйте, это важно. Да, трём. Теперь очень аккуратно, как масочку, на плату на себя на лицо. Не нужно напрягаться. Не нужно делать никаких треней. Просто подержите, закройте глаза. И отдохните. И подсмотрим. Такая хорошая зарядка получается. Отдохнули. Вдох. Теперь мне нужны будут ваши глазки. Пожалуйста. Спасибо. После того, как мы согрели, расслабили, отдохнули глазки, нам нужно будет поле перед собой разделить на четыре точки в виде звезды. Или как часики 12, 6, 3 и 9. Очень доступно. Вы можете посмотреть на цифер 2. 12, 6, 3 и 9. Вот представить эти точки. И потом, не разворачивая головы, мы переводим взгляд на 12, на 6, на 3 и 9. Еще раз на 12, на 6, на 6 у меня глаза в кучу. 3 и 9. И так можно сделать повторение 8 раз. Все равно мы переводим только взгляд наверх, вниз, в левую сторону, в правую, наверх, вниз, в правую, в левую. Следующее упражнение мы будем делать только в проекции плоскости. Повороты взгляда в сторону и головы. Сначала из центрального положения нужно перевести взгляд в сторону, затем на выдохе повернуть голову вправо, вернуть взгляд в центр и повернуть голову в центр. Также сделать противоположную взгляд в сторону, поворот на выдохе головы в сторону. Взгляд в центр и поворот головы в центр. Это второе упражнение. Взгляд и листин. Все правильно. Это сложно. Мы сначала из центра переводим взгляд максимально в сторону. И только потом на выдохе разворачиваем голову в том же направлении. Взгляд вернуть в центр и повернуть голову. Старайтесь, чтобы это было раздельно. Взгляд, поворот головы. Взгляд, поворот головы. Отлично вы справились, девчонки. Надеюсь? Глаза у меня уже накаченные. Что следующее? Последнее. Вот самое-самое, наверное, одно из любимых моих упражнений, когда очень сильно устают. Мы много читаем при этом, да? Много работаем с компьютером. И когда устают и бывает даже не соображает голова, усилить кровообращение, помогает элементарное упражнение. Взгляд оставляем в одну точку прямо перед собой. А вращение начинаем только делать головой. Я смотрю в одну точку и пять вращений делаю головой в одну сторону. Это прям какое-то упражнение кобры, я бы вам хотела сказать. Поехали. Вдох и рисуем точку. Аню-то делает не то. Так что у вас носик, это карандашик. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И вам нужно нарисовать вот кружок перед собой. Да, это маленький объем. Расширьте диаметр. Вот видите, насколько позволяет у человека его амплитуда. Кто-то делает шире кровь, кто-то делает уже... Ну, вот это уже правильно. Так дело было в пальце. Друзья мои, я с вами прощаюсь. Ира, все получилось? Надеюсь. Определись. Ира все еще не рисует носиком. Круг. Раз, не рисовали. Дети, в первую очередь не нужно забрасывать голову назад. То есть не круговое движение шеи, а вот именно круговое движение лицом. При этом оставить взгляд в одну точку. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Занимайтесь спортом. Пока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Вот такая вот бодрая зарядка с упражнением кобра. Ну, а я напоминаю, что у нас сейчас идет розыгрыш. Мы разыгрываем рамку от сувенирной лавки «Добрый жук». Я ее не показываю, потому что именно с ней связан вопрос. И у нас уже есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктория. Виктория, мне очень приятно. Виктория, ну, вы внимательны, да? Я так надеюсь, во всяком случае, еще ответ не знаю. А как вы будете отмечать воскресенье, праздник? День матики. В кругу семьи, своих родных. Прекрасно. И у вас уже, можно сказать, есть подарок практически у вас в руках. Если вы знаете правильный ответ на мой вопрос. Итак, какое слово было написано на рамке? Конечно же, семья. Правильно. Вы очень внимательны. Спасибо вам большое. Отмечайте праздник. Вот эта рамка. Она ждет вас. Она здесь. Оставайтесь на линии и узнайте, как ее забрать. Очень красивая рамка. Я ее оставлю здесь. И у нас продолжаются розыгрыши. Еще один сюрприз от своего ТВ. Декоративная подушка антистресс. Она прямо сейчас у меня в руках. И чтобы ее получить, надо просто дозвониться к нам и поздравить мам с профессиональным праздником. Как это собираются делать наши сегодняшние гости? Подходи сюда. Чуть-чуть вот здесь. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня Аня. Привет, Аня. Меня Тимофей. Привет, Тимофей. Аня, Тимофей, вы приготовили поздравления для любимых мамочек, правильно? Да. Отлично. Давайте по очереди. Вот там есть камера. Прямо туда. Читайте поздравления. По-русски мама, по-грузински нано, а по-аварски ласково, баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг. И на устах солдата в час смертельный последним зовом становилась друг. На это слово не ложатся тени. И в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Роднику слугу, оказав кувшину, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Она прослыла матерью его. И молния прорежет тучу снова. И я услышу, за дождем следя, как впитываясь в землю это слово, вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну, о чем-нибудь горю я. Искрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме говорю я. Все хорошо, родная я у меня. Волнуются за сына постоянно, святой любви, великая раба. По-русски мама, по-грузински нано, а по-аварски ласково баба. Молодецик, прекрасное стихотворение, очень душевное, спасибо тебе огромное. Видно, что ты вот прям вот искренне любишь свою маму. И вот этим стихотворением было бы прекрасно поздравить ее. И что ты, собственно говоря, и сделала. Тимофей, готов читать? Да. Сейчас мне всего лишь годик, и я заболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. Я вижу, как плачет мама, волнуюсь опять за сына. Я буду здоровым сам, чтоб слезы ее не видеть. Мне десять подрался в школе. Синяк, ни в никей не очень. Я маме связью фреольно. Я вам пацан, не дочка. Я вижу, как плачет мама, волнуюсь опять за сына. Я буду достойным самым, чтоб слезы я буду расти мужчиной. Я вырос, и мне пятнадцать. Гулять не пускают снова. Но мне ж-то пора влюбляться, но мама со мной сурова. Я вижу, как плачет мама, читая мой блог в Энете. Я буду культурным сам, чтоб слезы не видеть эти. Мне двадцать. Женюсь, ребята. Невеста с татуировкой. Но мам, не суди, привзято. Ей тоже уже неловко. Я вижу, как плачет мама, невестку обняв, как дочку. И шепчет. Будь самой-самой, роди для него сыночка. Мне сорок, семья и дети, а в сердце надежда тлеет. И солнце так тускло светит, ведь мама моя болеет. Я плачу. И шепчет мама, увидев слезу мужскую. Я буду здоровой самой, ведь вами, сынок, дышу я. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вот такое мужское поздравление, взросление. Вашу руку. Вашу руку. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Приходите еще, поздравляйте своих мамочек в воскресенье. Спасибо. До свидания. Слон. Студенты легко овладевают науками. Такую экскурсию организовали в Ставропольском музее-заповеднике. Там, кстати, ждут не только студентов, но и всех желающих приобщиться к истории Ставропольского края. Как еще можно с интересом и пользой провести сегодняшний день в ближайшие и в ближайшие выходные, узнаете прямо сейчас. Заслуженный артист России Александр Жуков отметил в августе полувековой юбилей. А сегодня в часть этого события в Ставропольском театре драмы пройдет бенефис любимого артиста. В программе отрывки из спектаклей с участием Александра Наримановича, встреча с другими актерами театра и, конечно же, общение со зрителями. Начало в 18.30. Когда первый царь всея Руси Иван Грозный выбирал невесту в третий раз, он устроил величайшие в русской истории смотрины. Со всех концов страны во дворец свезли около двух тысяч девушек, и всех их царь смотрел лично. Выбор пал на Марфу Васильевну Собакину, но вскоре царская невеста за не могла, начала худеть, сохнуть и скончалась через 15 дней после свадьбы. Северокавказская филармония имени Сафонова приглашает гостей и жителей Кисловодска на оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Начало в 19.00. В субботу Ставропольский театр драмы приглашает на спектакль «Вышел ангел из тумана». Эта постановка предлагает зрителю посмотреть эпизод из жизни одной из сотен тысяч семей. Все переплелось в этой удивительной, щемящей истории о вечных вопросах жизни. Сюжетная линия развивается в таком темпе, что в одну секунду и смеешься, и слезы наворачиваются на глаза. Начало спектакля в 18.30. А в воскресенье зрителей ждет новая постановка этого сезона – спектакль «Фирс». Ставропольский театр драмы получил право первой постановки пьесы «Фирс». Захватывающий сюжет пьесы вводит зрителя в особое сценическое пространство, где сталкиваются герои. Действие происходит в Москве в начале 2000-х годов. Начало спектакля также в 18.30. В Будапештском мюзик-холле любимица публики Силва Вореску заканчивает гастроли. Влюбленный в нее Эдвин, сын князя Валяпюка, несмотря на запреты отца и требования вернуться в полк, делает Сильве предложение. Сильва сомневается в возможности неравного брака. Друг Эдвина Бонни куплетами красотки Кабаре и без женщин «Жить нельзя на свете» хочет утешить Сильву, но она поет користное «О ней щиты счастья». Пятигорский театр «Оперетты» приглашает гостей и жителей города-курорта на спектакль «Сильва». Начало в 19.00. Ставропольский гонбольный клуб «Динамо Виктор» продолжает свое участие в Европейском кубке вызова. В ответном матче третьего раунда викторианцы примут на своей площадке голландский клуб «Крас Валендам». Первая игра в Нидерландах закончилась в ничью. Поддержим наших гонболистов, им нужна только победа. Матч пройдет в субботу в спортивно-тренировочном центре «Лукоморье» в Буденовске. Начало матча в 17.00. Ну вот, такие мероприятия вы можете посетить. У нас сегодня было очень много розыгрышей, и один еще остался. Видите, какие превосходные призы у нас сегодня разыгрались. И вот эта вот прекрасная подушка еще находится в розыгрыше. И у нас есть звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, вам нужно в эти минуты нашего уже окончания эфира поздравить мамочку свою и всех мамочек Ставропольского края с этим прекрасным праздником, который будет воскресеньем. Прошу. Ну, во-первых, я очень рада, что я до вас дозвонилась. Ура! Я смогла выбирать. Да, ура, 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 ура. Вот, поздравляю, во-первых, свою любимую мамочку с праздником. Я ее безумно люблю. Я очень счастлива, что она у меня есть. Я не представляю своей жизни без нее. Вот, и в лице своей мамы поздравляю всех-всех-всех мам нашей страны с праздником. Это самое вообще волшебное и чудесное, что может быть. Потому что нас так любят только наши мамы. Всех с праздником. Спасибо большое. Это теплое поздравление заслуживает вот этой прекрасной арт-подушке. Она ваша. Оставайтесь на линии, и вы получите ее от нас. Вот такие вот теплые поздравления. Вот эти призы, которые мы сегодня разыграли, их было очень много. Черная пятница. День матери. По-моему, прекрасный пятничный день и вечер. День, так сказать, заканчивается, но вечер продолжается. Если вы останетесь в эфире своего ТВ, вы увидите такие эфиры. Эфир продолжается. Что вас ждет вечером? Узнайте прямо сейчас. Восемнадцать тридцать горячая линия резюме. В девятнадцать тридцать информационная программа «День» расскажет об итогах сегодняшнего дня. Не пропустите. В 22.00 художественный фильм «Прежде чем ты скажешь да», Джордж долгое время встречался с Джейн и решил сделать ей предложение. Но Джейн не может его принять, потому что все сердце ей разбили после расставания с ее первым мужем Дагом. Джорджу очень хотелось бы, чтобы все было иначе, чтобы он встретил Джейн до того, как она вышла замуж. После автомобильной катастрофы Джордж попадает на десять лет назад, как раз за несколько дней до свадьбы Джейн и Дагом. В субботу в 10.45 детская развлекательная программа «Лепа». В 16.50 гандбол кубок вызова «Динамо Виктор» и «Крас Воллендам» прямая трансляция. В 21.00 два дня, одна ночь. Судьба Сандры зависит от решения нескольких человек, вынужденных выбирать между ней и деньгами. Пытаясь склонить людей на свою сторону, она ищет в их сердцах то, что они, кажется, давно уже потеряли. В воскресенье в 21.00 художественный фильм «Роковая страсть». Ева с сестрой Магдой покидают родную Польшу в поисках земли обетованной, которой им представляется Нью-Йорк. По прибытии Магда заболевает туберкулезом и ее помещают в карантин. Одинокая, растерянная Ева попадает в сети бесстыдного сутенера. О дальнейшей судьбе двух сестер смотрите в это воскресенье на своем ТВ. Ну что ж, на этом у нас все. Мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня, успешных покупок и любить их своих мам. Программа «Полдень» прощается с вами до понедельника. Оставайтесь на своем.